Шесть пунктов. Если вы проходите еврейскую мессианскую теологию, это обзор. У меня нет времени глубоко учить на эту тему. Но в последние 15 лет ученые нас учили, что закон Моисея — это закон благодати. И у него есть те же образцы, что и в Новом Завете. Почему это важно? Чтобы мы могли подходить к материалу Моисея с позитивным взглядом. Потому что есть христианская традиция, которая учит нас, что система Моисея — это была система закона, и люди должны были делать там все сказанное, чтобы спасти себя добрыми делами. И чтобы не ошибиться, и после того, как Израиль пал, был дан Новый Завет. И идея в том, что Завет Моисея — это Завет Закона, а Новый Завет — это Завет благодати. Но это точно неправильно. Ученые говорят, что Завет Моисея он записан по образцу древних договоров. Но это особый вид договора, особый вид соглашения. Когда царь когда царь или он заключал Завет с народом, который ему покорился. Я не знаю, как это в России, но народ, который подчиняется царю, называется вассалой. То есть это вассальные договоры. Вассальные соглашения. И мы понимаем, что конкретный вид вассальных соглашений был у древних хитеев. И особенно в Таразаконе следует этому образцу этих соглашений. он начинается с преамбулы или утверждения, или как бы объяснения, что этот договор собой представляет. Затем есть историческое вступление. То есть история взаимоотношений царя с его народом, который ему покоряется. И дальше царь говорит, что только согласно моей благодати я вступаю с вами в этот договор, потому что вы ничего хорошего, чтобы заслужить вы не сделали. Это все по моей милости. И забавно, потому что иногда иногда народ хочет войти в такой договор, чтобы быть защищенным от другой нации. А иногда они не хотят быть частью договора, чтобы сражаться с другой нацией. Но, тем не менее, форма договора остается прежней. Договор по благодати. Вы это не заслужили. И благодаря всему, всей моей благости, вы должны быть благодарны. И вы должны хранить мои заповеди. Если вы будете их хранить, ты помнишь спекуляшн? Ага, спекуляшн, what does it mean? Ага, требования завета. И тогда, если вы их держите, номер четыре, вы благословены. Значит, требования завета, потом номер четыре. Если вы сохраняете этот завет, то вы благословлены. И перечень благословений, если не соблюдаете проклятый, перечень проклятий. И заветы должны сохраняться. Новые копии написаны, когда другие стараются. и копии должны переписываться, если они состарились. И вы должны возобновлять свое посвящение завету. и далее как будет преемственность правителей. царей. То есть, вот эти договоры исхиетских царей, они точно написаны по образцу второзакония. И мы абсолютно уверены, что заветы, ветхий завет, это завет благодати. и разница между заветом Моисея и новым не потому, что один закон другой благодати, но тот, который закон благодати. Один Моисеев закон это закон благодати, а новый завет это закон большей благодати. Та же идея. Иешуа говорит, вот что я для вас сделал, и поэтому вы должны быть благодарны, любить меня и соблюдать мои заповеди. Являются ли заповеди частью нового завета? Да. Говорил ли это Иешуа? Если вы меня любите, вы соблюдете мои заповеди? Или он говорил ученикам, что научите соблюдать их все, что я повелел вам? Все здесь? Итак, в исходе в 20 главе есть также заветное соглашение, но они в сокращении, аббревиатура 10 заповедей. У них те же есть свои определенные свойства, характеристики. они начинаются в виде исторического введения, утверждения благодати. Все то, что переведено в раввинистическом иудаизме как заповеди, это историческое введение, что провозглашает милость Божью. Я Господь Бог Твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Здесь еще никаких добрых дел не сделано, ничего не заслужено, это здесь акт просто Божьей милостивой любви, и поэтому на основании этого есть первая заповедь. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Вы это видите? Это первая заповедь. Полное послушание Богу. И, между прочим, в древних соглашениях царь говорил, у вас не должно быть других соглашений с другими царями. Хорошо, дальше он говорит, не делайте идолов. Это вторая заповедь. И здесь есть две отдельных заповеди. то есть нам не нужно делать идолов, изображающих нашего бога или других богов. И далее следует проклятие. Написано, что я, Господь Бог, твой Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня, и соблюдающим заповеди мои. Вы это видите? Здесь говорится об особом благоволении Бога. И третья заповедь не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Другими словами, если ты клянешься, то ты должен действительно иметь в виду, что ты действительно должен иметь в виду то, что ты говоришь, но ты не должен с легкостью произносить имя Господа Бога. Затем заповедь соблюдать субботу. Мы потом вернемся к ней. Затем написано «Почитай отца и мать твоего, чтобы ты мог жить долго в земле». И есть другое слово благословения. История истолкования всегда понимала не просто заповедь быть папами и мамами, но также это относилось… А, то есть она была связана не только с родителями, но с бабушками и с предками, потому что ты должен был почитать своих предков. и реформисты как Кальвин он также говорил, что нужно почитать тех, кто обладает над нами властью, например, учителя. Потом мы читаем «Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не произноси ложного свидетельства, не желай дома ближнего твоего жены, раба, рабыни, вола, осла, ничего, что ближнего твоего». Там написано «Не завидуй». Очень обширная заповедь. И почти все говорят, что девять из заповедей этих то есть включают в себя то, что нам заповедовал Ишуа. Все девять повторяются в Новом Завете. Они, эти заповеди, перечислены в катехизисе Лютеран, Кальвином, Весли, методистами, всеми. Десять заповедей то есть на иврите это Хахи Тов значит на высшем уровне, высший уровень. Для всех это универсальные заповеди, вселенские. Но с Шаббатом возникает с Шаббатом вопрос. Некто учил, что заповеди субботи была дана. Заповедь о субботе с ней покончено, кто-то учит, потому что Иешуа воскрес из мертвых. Поскольку Он воскрес из мертвых, в первый день недели нам нужно праздновать День Господень, а не Шаббат. Но для некоторых они думают, что воскресенье некоторые считают стало христианским Шаббатом. И вы в христианских странах можете столкнуться с таким законом не работать в воскресенье. Это исторически появилось. Но Библия никогда не говорила, что с Шаббатом покончено. И вот в чем проблема. вот эти все вселенские заповеди, которые мы читаем в тексте. А, вот 20-я глава исхода до 17-го стиха сначала. Это завет с Израилем. Это завет не с народами. Да, это универсальные заповеди, которые Бог дал всем народам. Но это завет с Израилем. Вот об этом часто забывают. Самый лучший автор, который писал об этом вопросе, которого я знаю, его зовут Мередис Клайн. он написал книгу под названием «Договоры великих царей». Он говорит вот что. Кошерный чай. «Там нет сала в этом чае. Когда он его готовил, вот тот, кто готовил, он церемониально омывал руки. нет, нет, руки были омыты перед тем, как чай готовился, не в чае. нет, 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 я переводил правильно. Вы договоритесь. Хорошо, поймите. Поэтому, как говорит Меридис Клайн, в 20 главе Исхода есть вещи, которые имеют универсальное вселенское значение и применение, но также есть вещи, которые конкретно относятся к Израилю. И здесь есть две вещи, которые относятся конкретно к Израилю. В Завете. Первое, то, что я Бог, который вывел тебя из земли египетской. Он французов из Египта не выводил. Американцы, у них есть там определенное трение с Францией, и им часто хочется, чтобы французы все отправились в Египет. Но Бог французов из Египта не выводил. И русских, и китайцев из Египта не выводил. Он израильтян из Египта вывел. И здесь говорится, что это конкретный завет с конкретным народом. И суббота. Суббота — это тоже конкретное знамение, данное Израилю. У нее есть вселенское значение. Вселенское измерение, потому что Бог создал землю в шесть дней и на седьмой почил. И мы не видим, что, не видим, что, ну, нет никаких доказательств, что заповедь субботы была дана Ною. В этом тексте значение шаббата что Бог, Он отдыхал на седьмой день. Каждый должен был отдыхать от своей работы. То есть, это просто благость Божья. Это гуманитарный такой, человечный закон. Но во второзаконии в пятой главе второзакония повторяется этот текст. Шаббату, его соблюдению, дается еще одна причина. Потому что они работали, а, чтобы они отдыхали, чтобы и рабы отдыхали, как и хозяева израильтяне. То есть, шаббат, он дан для нашей свободы. Потому что мы свободный народ. Отметьте это. В пятнадцатой главе, пятой главы второзакония написано. И помни, что ты был рабом земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкою и мышцею высокую, потому что потому и повелел тебе, Господь, Бог твой соблюдать день субботний. Не поможет. Спасибо. Вот поэтому Бог повелел соблюдать день субботний. Также отметьте. Мы читаем. Исход 31, 13. Исход 31, 13. Ты должен соблюдать секундочку. Исход 31, 13. Скажи, субботы мои соблюдайте. Ибо это знамение между Мною и Вами в роды Ваши, дабы Вы знали, что Я Господь, освящающий Вас. Исход Итак. Значит, шаббат — это заветное знамение между Богом и Израилем. И это знамение того, что Бог, Он вывел Израиль из Египта. В еврейской литургии мы видим, что шаббат — это священный день священного собрания в воспоминании Исхода. Здесь мы видим принцип для всех людей, что они должны отдыхать. Но семидневная неделя мы ее могли увидеть только в Израиле. И одно из наиболее интересных в Новом Завете является нигде мы не видим, чтобы неевреев побуждали соблюдать шаббат в Новом Завете. И в мессианском веке вот субботний период, он будет универсальным для всех. Но в переходном периоде между существующим до мессианского века мы этого не находим. Насчет Нового Католического Катехизма все это учитывает и спорит, что утверждает, что шаббат он не был отменен, что он продолжается, что это часть еврейского призвания и ответственности. Дар Израилю, но в этом веке это не требуется от церкви. Но День Господен это законная традиция празднования Воскресения. Я думаю, что Католический Катехизм говорит правильно. И Католический Катехизм учитывает мнение всех этих ученых. Вот почему я верю, что если кто-то говорит, что все должны соблюдать шаббат в седьмой день недели, я верю, что это неправильно. Каждый свободен это делать, но в этом веке только евреи, они ответственны за это. как признак Завета, знак Завета. Он визуализирует. Вот радуга, она является видимым знамением Завета. Обрезание является знамением Завета. И семидневная неделя с шаббатом это тоже является видимым знамением Завета. Мы живем в мире с семидневной неделей. Это пришло от Израиля. Нам трудно представить, насколько это удивительно, потому что только Израиль имел семидневную неделю. Поэтому жизнь Израиля очень отличалась от жизни других народов. Понятно? Вопросы? Вопросы есть? Эдвард, пожалуйста. насчет субботы. Вы говорите, что никому не обязательно христианам? Соблюдать ты имеешь ввиду? Соблюдать субботу. Но когда мир был сотворен, Бог сказал соблюдать всем людям. Вопросы? в разуме забывja субботу. Спасибо. Субботу. Субботу. His question that when the world was created, God told to keep sabbath for everybody. Где это написано? Это написано в законе Моисеевом. То есть это было конкретно направлено к Израилю. И день седьмой, возможно, это было... Да, это потом народы узнали. Греки из закона Моисея узнали. Я sag pasó, что это было написано в Лето Моисея. И значения могут узнать о том, что это было. Я хочу знать, где Бог рассказал все народы узнали. В том числе. Яo, что это написано? И в Писании видно, что Бог дал заповедь соблюдать день субботний только Израилю. И это очевидно из Писании. Я спросил, что он не соблюдает, но он не соблюдает день субботний, как будет начинать этот день нато, что должен быть так, что он ушел в два. Ага. Христиане, даже если не видят из Библии, что Бог осветил этот день, они не обязаны его соблюдать. Потому что вы можете видеть, когда пришло Евангелие, одной из наиболее важных вещей в нынешнем веке, то есть когда Царство Божье здесь, но еще не пришло в полноте, то есть Евангелие нужно принести во все культуры. И это включает в себя только универсальные моральные законы. Потому что в некоторых культурах даже нет семидневной недели. не было, но в этом веке, который грядет в полноте, там похоже из Писаний, что весь мир будет соблюдать шаббат. Понимаете? Это вопрос, чтобы Евангелие распространялось как только можно более успешно. То есть праздники и суббота, их соблюдение не требуется. Когда я читал Моисея, то я всегда задавал себе вопрос, как это соблюдать, как это относится к Новому Завету. И в соответствии с Новым Заветом говорится, что это необходимо соблюдать. Мне необходимо читать текст и спрашивать, как это применять. Я не делаю... У меня нет предубеждения. И просто в тексте вам нужно это делать. Хорошо. То есть я не должен буквально применять написанное. Вы должны понимать, что мы не обсуждаем сейчас заповеди, связанные с храмом и жертвами. Потому что сегодня мы буквально это не соблюдаем. Мы просто это соблюдаем, потому что храним, потому что Иешуа — наш первосвященник, и Он — наша жертва. И вопрос не стоит, должен ли Валентин в субботу утром приносить в жертву ягненка, овцу. Мы обсуждаем заповеди. Мы обсуждаем, что мы можем делать сегодня, сейчас. И это меньше половины. И вам может быть очень интересно, что такая большая часть заповедей была связана с системой жертвоприношений в храме, которые мы продолжаем исполнять в Мессии. Исполнились в Мессии, извините. И мы возвращаемся к 21 главе книги Исход. И здесь есть удивительная вещь, что некоторые заповеди, они не даны в таких очень ясных, конкретных категориях. И иногда читаешь и думаешь, почему следом за этой заповедью следует вот эта заповедь? Но вместо того, чтобы пытаться это все выстроить в четкие категории, я хочу, чтобы мы просто читали текст так, как он есть, чтобы понять суть текста самого по себе. И здесь вот сейчас мы сталкиваемся с Галахой. Давайте посмотрим 21 главу. Второй стих. Второй стих 21 главы Исхода. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в седьмое... а в седьмое пусть выйдет он на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же Господин его дал ему жену, и она родила ему сыновь или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у Господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет, люблю Господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть Господин его приведет его пред богов, переводится как судей, и поставит его к двери или к косяку, и проколит ему Господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыне, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодила Господину своему, и он не обручит ее, в английском переводе, который выбрал ее для себя, пусть позволит выкупить ее. А чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром, без выкупа. Здесь очень много о многом говорится. Кто думает, что мы можем сегодня практиковать это только потому, что это записано в законе? Например, контракт не заключается за срок платить. Кто думает, что нам необходимо делать то, или мы можем делать то, что записано здесь, что мы прочли? Сергей говорит, что мы прекрасно можем использовать принципы эти для нашей жизни. Сергей thinks that we can apply principles for our life. The essence, principles. Но ты думаешь, что мы не обязаны это делать, не должны это делать. Есть люди на Западе, которые называются «человек одного закона». Люди просто не сталкиваются с применением этого на Западе. Потому что закон Моисея не является всегда идеалом Божьим. Здесь Моисей, он просто принимает общественные такие практики Ближнего Востока. Вот, например, если у человека есть нужда финансовая, он может выйти из этой проблемы, например, продав себя в рабы. Но максимум на 7 лет. Потому что в каждый шаббатный год все рабы должны были освобождаться. Моисеев закон, он милостив, потому что он ограничивал рабство для евреев. Но давайте посмотрим на различия. Если он дал жену, хозяин дал жену, то человек с собой жену забрать не может. Не забирай жену в тот период времени, а не женись в эти 7 лет. Потому что сайт, Писания указывают, что, чтобы стать рабом навсегда, здесь прообраз Нового Завета, где мы становимся рабами Иешуа навеки. Понимаете? Это в применении к нам, к тому, чтобы нам быть навеки Его. Есть второй вопрос. И он только последние 6 лет. Второй вопрос. Женщина, которая продана в рабство, она не может свободно уйти, потому что она еврейка. она становится в позицию жены, ну, поднимается до позиции жены. Ну, это не обязательно так было. И кто-то ее может выкупить из рабства. Но если женщина продана, то это навеки. Отец, когда он в финансовой нужде, может продать свою дочь, чтобы она была рабыней другого израильтянина. Кто из вас думает, что мы бы это сегодня могли делать? Я говорю, что Валентин и Сергей, они понимают, что буквально продать дочь в рабство это сейчас невозможно. Должны ли мы пытаться изменить законы в Израиле или на Украине и ввести такое? Нет. Нет. Девушки говорят нет. Кто думает, что мы бы могли изменить законы, чтобы продавать дочерей в рабство? Кто так думает? Поднимите ручку, пожалуйста. А почему? Ну, почему? Я приведу свои доказательства, кто-то приведет свои доказательства. Но если я назову причину, то мы, короче, делаем галаху. Кто хочет сказать причину, по которой мы это делать не можем? Саша? Ну, вам не обязательно. Скажи, у меня твой от дедчонки и продавать их не хочется. Вот почему? Мы имеем молодой девушке. Он должен дочь. Она хочет дать причину? Люда, ты хочешь сказать причину, почему нельзя продавать дочерей в рабство? У тебя, в частности, почему нельзя продать в рабство? Прежде чем я назову причину, дайте мне упомянуть одну вещь. Также в этом конкретном тексте разрешается полигамия, то есть многоженство. Потому что если сын женился на этой девушке, то позже он может взять еще одну жену. И потом мы вдруг осознаем, что здесь дано... Этой женщине он должен давать три вещи. Еду, одежду и брачные права. Вы можете сказать, что такое супружеские обязанности? Секс. Секс and everything other. Да, это сексуальные взаимоотношения. Очень интересно в отношении арабского мира. Мужчина, он должен получать сексуальное удовольствие, а женщина не обязана. В некоторых частях арабского мира, мусульманского мира, они делают хирургическое вмешательство для того, чтобы женщину лишить сексуальных переживаний, потому что они думают так, если она будет переживать удовольствие, она тут будет искушаемо изменять мужу. сексуальное удовольствие женщины оно в Торе является позитивной ценностью. Интересно, не правда ли? Лучше быть у женщины. It's better to be Jews than a Muslim. That's for sure. If you're a woman. Если вы женщина. Сколько женщин хотят стать мусульманками? Поднимите руки, пожалуйста. В еврейско-мессианской общине. В еврейско-мессианской общине. В еврейско-мессианской общине. Никто не пожелал. И это неудивительно. Pardon? Почему мы этого не делаем сегодня? Не должны делать сегодня? Ответьте. Скажите преподавателю, пожалуйста. Во-первых, это не позволяет украинский закон. At first, Ukrainian law doesn't let it to do. But which should we work to change the law? Но может мы попытаемся закон изменить? Olga says. Olga wants to say. Муж принадлежит жене, жена принадлежит мужу. Husband belongs to his wife, and wife belongs to her husband. Ну, правда. Одна считает тот же самый, другая тот же самый считает. И третья. Но ты можешь продавать своих дочерей. То есть, жена мужу, мужу нет, но дочерей продавать можно. There is a commission for the rights, for human rights, which doesn't let it to do. Oh, the commission on human rights. We need to change that. Мы должны изменить права в комиссии по правам человека. Сергей wants to say. Павел пишет, если можешь стать свободным, воспользуйся лучшим. В Боге лучше быть свободным, чем рабом. Павел пишет, что если вы хотите быть свободным, просто используй, используй, что лучше. Так что в Иешуа, в Иисусе Мессия, лучше быть свободным, чем рабом. Хорошо. Хорошо. Ты очень приблизился. Давайте обратимся к новозаветному учению об этом. Первое. Иешуа говорил относительно развода. И он дал нам принцип истолкования. Моисей позволил развод из-за ожесточения сердец. Моисей, он приспособился к ситуации того времени. То есть, Моисей, он не всегда давал идеальное решение. Падам? То есть, для того, чтобы обнаружить, каково же идеальное Божье решение, нужно копать глубже в Торе. Если человек создан по образу Божьему, и в Мессии, они хотят стать братьями и сестрами. Совесть, к которой говорит Новый Завет, просто обнаружит, что больше рабства она не может переносить. Любой вид рабства неприемлем для верующих. Новый Завет, он находится в измерении сострадания, чтобы каждые семь лет людей освобождать. И принимая это в Иешуа, в идеале, чтобы все люди были свободны, мужчины и женщины. И мы наших братьев и сестер в Мессии не можем делать раб... Падам? А, и вот Филимон в Новом Завете, к которому Павел писал, у него... Анисим. У него был раб по имени Анисимус. Анисимус убежал от Филимона, стал христианином и служит Павлу. Павел отсылает его обратно к Филимону и говорит Филимону, чтобы он с ним очень хорошо обращался. И пишет все эти чудные вещи об Анисиме. Потом он говорит рабам, если вы можете получить свободу без бунта, конечно, то получайте. Лучше быть свободным. И, учитывая все это, к концу первого века у верующих рабов уже не было. Странно. Кто-то взял и принцип каждые семь лет отпускать рабов на свободу, применил это в Яшуа, чтобы все верующие были свободны и никто не был в рабстве. И вот это применение, но новозаветное применение. Вот таким образом нужно применять Тору. Поняли? Тору. Хорошо слышится. Как bells Продолжение следует...